Так, ну смотрите, Владимир Ильич еще давным-давно про выборы писал следующее. Итоги и значения президентских выборов в Америке. Президент Североамериканских Соединенных Штатов Америки выбран Вильсон, демократ. Он получил свыше 6 миллионов голосов. Рузвельт, новая национальная прогрессивная партия, свыше 4 миллионов. ТАФТ, республиканская партия, свыше 3 миллионов. Социалист, Евгений Депс, 800 тысяч голосов. Мировое значение американских выборов состоит не столько в том, что сильно возросло число социалистических голосов. Значение американских выборов состоит в величайшем кризисе буржуазных партий, в поразительной силе, с которой поступило их разложение. Наконец, значение выборов – необычайно ясное и яркое выступление буржуазного реформизма, как средство борьбы против социализма. Во всех буржуазных странах партии, стоящие на точке зрения капитализма, то есть буржуазные партии, сложились очень давно, тем прочнее, чем больше политической свободы. В Америке свобода самая полная, и две буржуазные партии отличались здесь в течение целого полувека после Гражданской войны из-за рабовладельния. В 1860-1865 замечательной прочностью и силой партия прежних рабовладельцев, что так называемая демократическая партия. Партия капиталистов, состоящая за освобождение негров, развелась в республиканскую партию. После освобождения негров разница между той и другой партией становилась все меньше. Борьба этих партий ввелась преимущество из-за вопроса о большей или меньшей высоте таможенных пошлин. Никакого серьезного значения для массы народа эта борьба не имела. Народ обманывали, отвлекали от его насущных интересов посредством эффектных и бессодержательных дуэлей двух буржуазных партий. Эта так называемая система двух партий, царившая в Америке и в Англии, была одним из самых могучих средств помешать возникновению самостоятельной рабочей силы. То есть действительно социалистической партии. И вот в Америке, стороне самого передового капитализма, системе двух партий, потерпело крах. Что вызвало этот крах? Сила рабочего движения, рост социализма. Старые буржуазные партии, демократическая и республиканская, были обращены лицом к прошлому, к эпохе освобождения негров. Новая буржуазная партия, национальная прогрессивная партия, обращена лицом к будущему. Ее программа вся вращается около вопроса о том, быть или не быть капитализму. Именно около вопросов об охране рабочих мест и о трестах. Так называют в Америке союзы капиталистов. Старые партии, порождение эпохи задачи, которая была в скорейшем развитии капитализма. Борьба партии сводилась к тому, что лучше ускорить и облегчить это развитие. Новая партия, порождение современной эпохи, которая ставит вопрос о самом существовании капитализма в самой свободной и самой прогрессивной стране Америки. Этот вопрос становится на очередь всего яснее, всего шире. Вся программа, вся агитация Рузвельта и прогрессивистов ведется вокруг того, как спасти капитализм посредством буржуазных реформ. Тот буржуазный реформизм, который в Старой Европе выступает как болтовня либеральных профессоров, этот буржуазный реформизм выступил в свободной Американской Республике. Сразу, как четырехмиллионная партия. Это по-американски. Мы спасем капитализм реформами, говорит эта партия. Мы дадим самое передовое фабричное законодательство. Мы введем государственный контроль за всеми трестами. В Америке это значит за всей промышленностью. Мы введем государственный контроль за ними, чтобы не было нищеты, чтобы все получали приличную заработную плату. Мы установим социальную и промышленную справедливость. Мы клянемся и божимся всеми реформами. Мы не хотим только этой одной реформы. Экс-проприации капиталистов. В Америке все национальное богатство исчисляется теперь в 120 биллионов тысяч миллионов долларов. То есть около 240 биллионов рублей. Слышите? 120 биллионов долларов и 240 биллионов рублей. Соотношение рубля к доллару, когда писал Ленин. Из них около трети, около 80 биллионов рублей принадлежит двум трестам. Рокфеллера и Моргана. Или подчинено этим трестам. Не более 40 тысяч семей, составляющих эти два теста, владыки 80 миллионов наемных рабов. Понятно, что при наличности этих современных рабовладельцев все реформы – пустой обман. Рузвельт заведомо нанят миллиардерами-ловкачами на проповеди этого обмана. Государственный контроль обещан им превратиться при сохранении капитала за капиталистами. Средства борьбы со стачками, удушениями их. Но американский пролетарий уже проснулся и стоит на своем посту. С бодрой иронией встречает он успехи Рузвельта. Вы увлекли 4 миллиона человек своими посулами реформ. Любезный шарлатан Рузвельт. Прекрасно. Завтра эти 4 миллиона увидят ваши посулы. Обман. А ведь идут эти миллионы за вами только потому, что чувствует по-старому – жить нельзя. Правда, 1964 года, 9 ноября 1912 года. Вот как-то так. Насколько прошло 100 лет. Две партии в Америке. Насколько Ленин до сих пор актуален. Ну, лайки, репосты приветствуются. Все.